Что касается жизни Аль-Барзаха. Спит ли человек, пока не наступит судный день? Нет, это жизнь. Нет там сна. В Барзахе нет сна. В Барзахе нет сна. Барзах — это жизнь, поэтому и назван жизнью. Сон только в этом мире. После того, как выходит душа из тела, нет после этого больше сна. Вечная жизнь начинается с Барзаха, и заканчивается в судный день. В судный день он попадает или в рай, или в ад. Жизнь Барзахи она или подобна саду из сада в рае, или подобной яме из ям ада. Барзах — это могила. Люди в нем в трех состояниях. Первое состояние — это состояние богобоязненного верующего, как прошло в хадисе пророка С.А. В нему приходят два ангела, усаживают его. Затем два ангела расспрашивают его, «Кто твой Господь? Какая твоя религия? И кто был этим человеком, который был послан вам?» Он ответит, «Мой Господь Аллах, моя религия Ислам, человек, который был послан нам, он Мухаммад С.А. Ислам. Затем ему откроет дверь ада и скажет, «Вот это место было бы твоим пристанищем, если это совершил бы неверие. Затем закроет дверь и больше не откроет никогда. Затем откроет дверь рая и будет верить оттуда райский ветерок, и он увидит свое место в раю. Он скажет, «О Господь мой, приблизь час судного дня, чтобы застать это благо и будет находиться в блаженстве в своей могиле, пока не наступит судный день, за тем, чтобы войти в рай Господа миров». Второе состояние – состояние неверующего. Также неверующего лицемера посадят и спросят, «Кто твой Господь? Какая твоя религия? И кто был этим человеком, который был послан вам?» Скажет, «Что?» «Что?» «Не знаю». Ему скажут, «Ты не знал, где истина, и не прочитал книгу». Его ударят по голове, и настолько крикнет, услышат его все, кроме двух творений, кроме джинов и людей. Поэтому животное слышит то, чего не слышим мы. Как бы ни было, он крикнет, затем ему откроет дверь в рай и скажет ему, «Это было бы твоим местом, если бы ты уверовал бы», и затем закроет дверь и больше никогда не откроет. Затем ему откроет дверь из ада, затем ему откроет дверь из ада и будет идти оттуда жаркий ветер и запах. Он скажет, «О Господь мой, не дай им наступить судному дню!» «О Господь мой, не дай им наступить судному дню!» Третья категория людей – это верующий грешник, совершивший большие грехи. Грешники, совершившие большие грехи, различаются. Среди них есть те, кто проявлял чрезмерность в совершении грехов, а есть те, кто не делал этого, но они находятся под волей Аллаха, если пожелает, накажет их, а если пожелает, просит наш Господь после fugly. Совершившие большие грехи, кто-то из них, возможно, будет наказан в аду, тоcopter, то есть, извините, кто-то, возможно, будет наказан в могиле в какое-то определенное время, столько, сколько будет достаточно, чтобы очиститься от совершенных грехов. Затем, после этого будут наслаждаться в могиле, затем в судно день, а кто-то будет наказан в могиле и продолжит своё наказание до судного дня, а затем зайдёт в ад и дополнит своё наказание. Наказание в могиле смягчает наказание в Ахира. Зайдет в ад, и будет его участь такой же, как и подобных ему. А затем он зайдет в рай. Но что касается сна, то нет его. А касательно аята, они скажут о горе нам, кто поднял нас с места, где мы спали, названо сном лишь для сравнения мук могилы с предстоящими муками ада. Это твое место в аду. Он боится попасть в ад, ибо то место мучения, в котором я нахожусь в могиле, лишь сон по сравнению с мучениями, с которыми еще придется столкнуться в аду. Смысл заключается, что в могиле нет снов. Но что касается вопроса, что умерший передвигается и посещает других, говорили об этом некоторые ученые, хотя нет ясности в этом вопросе. Знает об этом лучше только Аллах. Как бы ни было, это скрыто от нас. Аллах лишь знает об этом лучше. Ясно, известно, согласно текстам, что верующие занят блаженством, а не верующие занят муками. Также слова Аллаха благословенно навели, но помимо величайшего мучения, мы непременно дадим им впустить меньшие мучения, чтобы они могли вернуться на прямой путь. Ясно то, но знает об этом только Аллах. Они заняты или блаженством, или мучениями. Некоторые ученые считали, что они посещают друг друга, между усопшими и верующими, что является для них частью благодати. Прошли об этом хадисы, но они все слабые. А лишь Аллах знает об этом.